Всем привет! Здесь я хочу представить видеокарту 8600GT с объемом памяти 256 мегабайт, обладающей нулевым уровнем шума благодаря пассивной системе охлаждения, состоящей из радиатора и тепловых трубок. Из разъемов на боковой части видюшки располагается два выхода DVI и 1S Video. На текущий момент данная карточка достаточно старая. В связи с этим интересно посмотреть возможно ли ее запустить на данном системнике с указанными характеристиками Windows 10. Для попытки вывода изображения HDMI воспользуюсь представленным переходником. Установив видюшку в материнскую плату, после чего запустив компьютер, как видим изображение есть. Но вот первый запуск операционной системы у меня затянулся на 30 минут в наблюдении за текущей картиной. После загрузки Windows для нормальной работы карты я установил данный драйвер. В диспетчере устройств она успешно отображается. Теперь откроем SAI Auto Burner. Как видим в простой температуре карточки составляет порядка 66 градусов. В связи с этим ее рекомендуется использовать в корпусе с дополнительной вентиляцией. Так как графический адаптер поддерживает максимальное разрешение 2560 на 1600, на рабочем столе нажимаю правую клавишу мыши и в контекстном меню открываю параметры экрана. Здесь попробую поменять разрешение на самое высокое. В результате все прошло хорошо. В GPU-Z среди приведенных характеристик видюшки интерфейс на котором она работает PCI-Express X16 версии 1.1, а видеопамять GDDR3 с представленным объемом. Посмотрим ее в программе Formark, выставив разрешение 1024 на 768. При запуске теста температура сразу поднимается вверх, а среднее значение FPS составляет порядка 5. Дабы не перегреть карточку, закрываю программу. С помощью Superposition также попробую посмотреть на ее потенциал. Для этого в строке пресет устанавливаю Custom. Далее меняю следующие два параметра. Затем указываю минимально возможное разрешение. При этом объем требуемой видеопамяти немного уменьшился. Оставшиеся параметры выставляю также на минимум. Таким образом, для работы бенчмарка требуется 630 мегабайт памяти. Несмотря на то, что у меня ее недостаточно, все равно попробую запустить. В выпадающем окне, сообщающем о недостигнутом лимите, кликаю по данной клавише. Но, к сожалению, это не сработало. В текущих реалиях данная видюшка потянет лишь приложение, имеющее небольшие потребности графики, а также достаточно старые игры. Поэтому попробую запустить Need for Speed Underground 2 на десятке. Можем видеть, что NFS загружается. Далее в настройках графики для текущего разрешения выставляю максимальные параметры. Сохраняю сделанные изменения и возвращаюсь в игровой процесс. Количество кадров, которые выдает карта, более-менее неплохое. Полагаю, это благодаря потребляемой системной памяти и процессора. При этом, если посмотреть температуру карточки, то в некоторых моментах она достигает 91 градуса. Поэтому в системниках без принудительной вентиляции в свое время они очень быстро выходили из строя. Если запустить эту игру на текущей встроенной графике от процессора с аналогичными настройками разрешения, то FPS она, конечно же, выдает больше. На этом у меня все. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети.